Смотри, он потопил корабль! Это что-то страшно... О, ты видел? Миколотон! У нас была хорошенькая деревня, тут работают жители, куча домиков. Но у них есть страх. А знаете почему? Потому что соседняя деревня была уничтожена большим монстром. И теперь там остались только одни зомби. Сегодня мы попробуем выяснить, что за монстр уничтожил соседнюю деревню и что же там вообще случилось. И мне кажется, я знаю, кто это сделал. Но лучше убедиться. Для начала давайте посмотрим ту деревню. Может быть, там найдем что-нибудь интересненькое. Путь к этой деревне ведет через лес. Ну, мне нечего бояться, потому что я его уже тысячу раз исследовал. Да, в этом лесу мы постоянно охотимся. Тут есть только коровы и всякие разные барашки. Свинки там всякие, курочки и так далее. Да, бояться нам нечего. А вот с водой, возможно, что-то творится непонятное. Да, там кто-то водится. Лучше держаться подальше от воды. Итак, смотрите, вон мы уже видим ту самую деревню. И, кстати говоря, я уже вижу, что на этой деревне появилась какая-то паутина. О май гад. Да, вот она та самая деревня, на которую напал какой-то монстр, как говорили другие люди. Судя по всему, здесь давно никого нету. Посмотри, сколько здесь паутины. Вообще, смотрите, тут просто одинокая деревня. Ужасно, ужасно. Я надеюсь, наша деревня не превратится во что-то подобное. Нам срочно нужно выяснить причину происходящего. Интересно, а кто-нибудь есть в домах? Давай проверим. Может быть, есть какой-то выживший? Может быть, он сможет нам чем-то помочь? Пока что никого. Смотрите, а грядки при этом остались целыми. Смотрите, я нашел зомби-жителя. А, близко к нему не подходи, он же тебя укусит, и ты тоже станешь зомби. Ну да, лучше к нему близко не подходить. И, кстати говоря, я знаю одну из версий, то, что на эту деревню напал мегалодон. Хотя он где-то 2 миллиона 600 тысяч лет назад умер. Интересно, получается, у нас появился подводный монстр, который пришел к нам из глубины. Ты это хочешь сказать? Да. И еще неподалеку от нашей деревни находится грибной остров. И, возможно, какая-то из акул съела один вот такой большой гриб и стала мегалодоном. Нам нужно проверить эту версию, потому что мы же не хотим, чтобы нашу деревню тоже сажал какой-то монстр. Так что нам нужна лодка. И еще оружие. Ну что, я полностью экипировался, и теперь могу не бояться монстра. Ну, не знаю, не знаю. Надеюсь, тебе это поможет. Так, все, лодку на воду, нам нужна лодка, отправляемся. Так, вот, кстати говоря, она оранжевого цвета, как и мой скин. Поплыли, плывем. Погнали. Надеюсь, что мы доплывем без происшествий. Смотри, тут какие-то спрутики плавают. Ладно, нужно подплыть поближе к грибному острову. Да, возможно, у берегов этого таинственного острова и обитает тот самый монстр, который просто поглощает деревни, как семечки разгрызает их. Ну, не только деревни, он еще целые города пожирает. Это что-то странное. О, ты видел? Мегалодон! Здесь есть мегалодон! Смотрите, это же он! Офигеть! Так это, наверное, и есть тот монстр, который сожрал всю деревню. Да, смотрите, он жрет акул! Обалдеть! То есть нам нужно бояться не только акул, а еще и мегалодона? Да! Слушай, давай его попробую убить. Так, ну как его убить? Мне кажется, так просто... Я вылезу из лодки и попробую пойти под воду. Мне кажется, он тебя может сожрать. Ладно, я все-таки рискну. Вот он! Вот это размер! Смотри, он потопил корабль! Вот это размер! Вот это монстр! У него глаза светятся красным! Смотри, он потопил корабль! Ну, кстати говоря, он находится рядом с ним, и, скорее всего, он его потопил только что. Я бы не хотел столкнуться со вторым мегалодоном. Нам нужно уничтожить хотя бы одного. Я надеюсь, что он все-таки один, и мы если... Вот он! Ааа, осторожно! Вот он! Он меня чуть не сожрал! Нет, меня на дно тянет что-то! Быстрее на лодку запрыгивай! Меня что-то на дно тянуло! Итак, я попробую убить мегалодона своим незеритовым мечом. О, это мощное оружие! Я надеюсь, оно тебе поможет. Так, спускаюсь под воду. Ну давай, ты отчаянный, отчаянный. Вот он! Вот он! Я плыву к нему! Он кого-то там пытается сожрать. Он, по-моему, ест акулу или что-то. О, скример! Черт побери, всплывай, всплывай! У тебя воздух, всплывай, всплывай! Быстрее! Ааа, мы еще не добрались. Он не скример дал, ты видел это? Да, мы не добрались за мегалодона и уже... Ааа, он прям пугает на тебя! Осторожно! Ааа! Ой, капец, капец! Ааа, бей, так бей его, бей! Бей! Блин, капец, он какой огромный! Быстрее, спасайся, спасайся! Ааа, он, сердечко! Аааа! Я умер от этого, блин, мегалодона! Ужасно! Блин, даже незеритовая броня и незеритовый меч не помогают убить мегалодона! Он очень мощный! Быстрее, нам нужно спрятаться, быстрее плыви! Давай, на грибной остров! Грибному острову, там подумаем, что же с ним делать! Ой, опять скример! Итак, смотрите, грибной остров уже недалеко, давайте поплывем к нему! Быстрее, быстрее, лишь бы он опять не напал на тебя! Там снизу какие-то дельфины или что-то плавает, блин, лишь бы не этот монстр! Такие обычные плавают, но пока что я не вижу на горизонте мегалодона! Ой, смотри, там грибные коровы! Ну, блин, коровы не так страшно! Ну да! Да, но остров действительно странный! Огромные грибы! Какая-то странная трава! Конечно же, здесь мог появиться такой мегалодон! Точно, это обычная акула! Она сожрала один из грибов и превратилась в монстра! Вот такой вот примерно! Хотя она лучше сожрала вот этот, потому что ядовитый! Так вот она ядовитый съела и превратилась в огромного монстра! Что делать? Что делать? Как его убить, если он не получается его убить из грибов? Папа, у меня появилась идея, знаешь, чем мне завалялось в рюкзаке? Что? Подводный динамит! Да, мы попытаемся его убить бомбами! Только у меня есть два минуса! Во-первых, его нельзя поставить на воду просто так! И, во-вторых, нам нужно его как-то приманить, этого мегалодона! Ну, приманкой будешь ты! А вот как поставить на воду... Эй, не понял! Не понял! А вот как поставить на воду динамит, это тебе лучше знать! Давай придумаем! Может быть, какой-то мостик типа сделать? Да, кстати, можно будет мостик какой-нибудь сделать! Давай, давай, построим! Например, с травушки-муравушки! Хорошо! Короче, я построил вот такую вот конструкцию! Если честно, она мне напоминает динозавра! Ну и пусть! Короче, у него вот такие вот как лапища, которые защищают меня от мегалодона! И еще вот такая вот крыша! Если он вдруг прыгнет сверху! Да, и еще есть приспособление для подводного динамита! То есть я его ставлю, поджигаю, и он падает к мегалодону! Ну-ка, продемонстрируй! Вот так! Оба! И все, и все! Теперь нам нужно только приманить сюда мегалодона! Чем мы будем его приманивать? Вон он плавает! Конечно же, коровьим мясом! Эй, коровы, пошлите! Там будет заводная трава! Заводная трава! Так! Так, все! Есть цена говядина! Есть немножко мяса! Давай еще сразу! Вдруг с первого раза не получится нам приманить! Так, есть еще! Теперь уже пять стало! Смотри! С одного раза убиваю! И вот эту вот коровочку! На! О, смотри, я нашел детеныша! Хоба! А, тебе не жалко было детеныша? Эээээээ... Цензура! Так, ну все, начинаем нашу охоту! Так, теперь нам нужно приманить мегалодончика этим мясом! Хоба! Так, теперь еще вот сюда! Так! Вот так! Ой! Все, теперь ставь динамит, пока не поздно! Я надеюсь, он сейчас почувствует запах плоти и приплывет. Это прям как рыбалка, нужно долго сидеть и выжидать. Вы только посмотрите, сколько здесь валяется ламинарий. Он точно здесь был. Он явно здесь недавно охотился, так что ждем, он должен сейчас проедиться. Видимо, у него диета, я вам поел салатика свежего. Морской капусты, суши. Суши, роллы. Может быть, я сам пойду в воду и буду как приманкой. Так, я отойду туда. Блин, я уже прыгну, ладно. Осторожно. Ой, фиг. Осторожно. Я его пока что не вижу. Ну, слушай, здесь как-то уже мало рыбок, чем раньше. Смотри, тут сколько трупов. Офигеть, он реально все пожрал. Ты не отплывай далеко от базы, он же сейчас на тебя начнет нападать. Воздух, воздух, воздух. Мне показалось, сзади там этот был, мне голодон огромный. Смотри, если я увижу скример, то значит, он рядом. Смотри, там даже мясо валяется. Вот он, осторожно, быстрее на берег, быстрее, быстрее. Я не могу. Давай, вон он там. Я не вижу. Не, ну все, мегалодон, ты меня уже реально задолбал. Я тебя сейчас уничтожу этими динамитами. Ставь со всех сторон, пошел. Да, поставлю сюда и поставлю три динамита. Все, запускаю. Давай, со всех сторон, пусть только попробует сейчас выжить. Оп, давай, смотри, там куча динамитов. Ставь еще, ставь еще, пусть взрывает. Давай, давай, еще больше. Больше динамита. Я знаю, он точно где-то снизу, где-то под нами, потому что он сейчас на нас нападал. Да, давай его уже убьем поскорее, этого мегалодона. Итак, еще сюда два динамита поставлю. Вот здесь поджигу. Еще вот здесь. Итак, ставлю сюда динамит. Так, поджигаю. И в бездне там взрывы. Бам! Так, ну что, давай проверим. Может быть, все-таки мы его уже убили. А что должно происходить? Как мы узнаем, что мы его убили? По легенде говорят, что если его убить, то ты найдешь золото и алмазы. Ну что, нам нужно рискнуть своей жизнью, нырнуть и проверить, если там золото и алмазы. Давай. Вы только посмотрите, какие тут взрывы. Мы все разнесли, мы все равно разнесли. Смотрите, с него выпало золото и алмазы. Да ладно, мы что, вальнули его все-таки? Да, мы его убили. А! А! Быстрее, кислород, блин, мы слишком глубоко уплыли. Будет нелепо, если мы умрем из-за того, что кончился кислород, а не из-за того, что нас мегалодон убил. Быстрее, быстрее, быстрее. Там у меня 7 алмазов и золотой слиток. Но я вижу то, что там было больше золота. Итак, я собрал все золото и еще с него выпало мясо. Баранина. Ну, возможно, он там баранов поел. Странно. Офигеть. Мы убили такого гигантского монстра. Мы убили мегалодона, вы представляете? Вы представляете настоящего мегалодона. Это была очень сложная битва. Жители, не благодарите. Я убил мегалодона. Вот доказательства. Алмазы и золото. Можете теперь жить в безопасности. Теперь все. Монстра больше нет. Все живем дружно и счастливо. Ну, а на этом на сегодня все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok